Вот это очень ценное письмо для меня, время заканчивается, но тем не менее. Значит, почему? Валерий Костеевич, добрый день. Это уже знакомая вам одна из ведущих, самых членов нашей секты, я уже привыкаю сам к этому слову, Юля и главная ее мама Наталья Матвеева. Так вот, хочу вам помочь, заставить юристографироваться, та задачка, нашла несколько фото. Мы выращиваем не только плодовое, внимание, вот что такое после почищения Железова. Железова. Лет 10 прошло, да? После семинара. Семинара в моем саду. Ну-ка, может проснится? Железова на проводе. Алло. Отключились, ладно. Я думаю, кто-нибудь проснит все-таки. Попова, не Попова. Ну, следующий мебинар будет. Даже интрига. А как было, когда мы с вами читали имя и фамилию, она исчезла? А я живу в таком мире. И вообще для меня компьютер давно живой. Вот. И все понимает. Но только иногда... Так. Мы выращиваем не только плодовое, много декоративных. Краснолистые яблони, лещины, черевухи. Голубые ели, бархатые мужские. Это лето выдало жарким у всех смыслов. В плане работы питомники, и лето было без дождей. Поэтому иногда стал вопрос сделать в этой сессии. Лучше лишь раз все полить. Иногда целыми днями только со шлангами и бегами. Нашла фото красноярского пичика. Вот. Внимание, она там ниже будет. Это ценнейшая вещь. Потому что я считаю так. Где родился, там пригодился. Родился в Красноярске этот сорт. Значит, пригодился и в Омске, и в Саидово-Русске. Вот. Прекрасное дерево. У Юлия это дерево все во дворе. Подписываюсь под каждым вашим словом про это дерево. Сорт уникальный. Скороплодный. Вкусный. Урожайный. Моростойкий. Низкокомпактный деревце. Юлин двухлетний сын самостоятельно раздобывал себе вкуснейшие яблочки с этого пикничка. Потому что яблочки низко. Со сбором справится даже и ребенок. Фото деревца целиком никто не догадался сделать. Выговор. Есть только фото, когда неожиданно осенью выпал снег. А немножко яблочек осталось. Если что-то найду, отправлю. Уход Боднера. Это большая потеря. Мы можем сохранить память о нем в деревьях. У меня растет его брянская розовая в пяти экземплярах. Обещаю поделиться результатом. Какой бы он ни был. Но очень надеюсь положительный. Валерий Константинович. Есть еще черепки. Черепки, кроме брянской розовой. Ну, что я скажу. Придется вам это. Не знаю. В прошлом году так было. Нужны были деньги. 75 черенков сын Боднер нашел. А я его разошел. А свои не срезал ни один. Настолько хрупкие деревья. Я бы все больше поражал. Как можно качать? Как у него хватило это самое. Всю Россию учить. Из пяти восьми деревьев, веток скелетных. В одном ярусе оставлять три. Из пяти восьми оставлять три. А дальше страшные раны. Это такое предательство. Я до сих пор успокоиться не могу. Да лучше шофер будет. Дальнобойщик. Директор. И сразу двинется черешня на север. У меня растет. Черешня. Боднера. А, еще одна с этого. С Вовли. Так. Мои друзья. Марина Асоха. Вроде не было. Собираются черенки. Если я черешня, я выпущу. Нету. Юлия ведет союзку ВКонтакте. Так. И дальше помните, я хвастался. Что, насколько не хвастался. А даже чуть-чуть такое, я бы даже сказал, с горчинкой. Вот. У Сергея вообще не покупают. К вам приехали. Посчитали. Заплатили. Торговаться не стали. Вот. А у нас садоводство уничтожено практически. Вот. Мы живем в колонии. Ну, и у вас в город больше. Так. Ну, и, наконец, смотрите. Мы упомянули. Это очень важно. Итак. У меня есть еще несколько черепов. Это всем говорю. Вишни из Сибирь. Где-то не так. Вишни, которые я называю гибридные. То есть. Я в нее внедрял черепи, черепи, внедрял. А теперь от колей пошли. А они уже в ветке похожи на черепи. А плоди в два раза крупнее. Так. И у меня такие ветки, я повторюсь, извините. Я подал Калининград. Сейчас потерялась связь. Коды идут. Надо знать результат. Прислали первые две фотографии. Якобы ветка моя. Дюх. То есть. Вишни черепиевых гибрид. Дала вот такие вишни. Огромные. Специально вот где-то здесь 5 рублей предоставил. Положу. Сейчас. Вот она. Не знаю как. Но это же вообще. Смотрите. А где-то вишния сибирская штамба моя. А где на черепиевых я их внедрил. Это отдельный разговор. И вы говорите, что все это старики знают. Но это же не может быть никогда. Виктория регуляции не существует. А вторая черепиевая дала. Это все из письма. Это все по-честному. Вот. То есть. Я у меня каждый день. Ну на неделю 20 раз. Сибири. Константин еще черенки черешни. Косточки черешни. Я говорю, замерзнут. Годы потеряете. Лучше привайте на вишню вот эти вот самые. Вот тех же привил. Ведь вишню привал. Вот видите как здорово. Так. Наша время кончается. Любуемся на нашу Юлю Матвеева. Это моя духовная дочь. Вот. Она прошла мне практику. Вот. Это просто не девочка. Это чудо. Просто это самое. Спасибо вам за эту фотографию. Наташа. Вот за эту фотографию. Спасибо за Юлину. Вот. Для меня это подарок. Я иногда специально лежу и думаю. Все-таки мы не зря на свете живем. Не вы. Не я. Это нам еще важно. А. Не. Ну на ваше это самое. Гражданка Матвеева. Я не могу. Нет. Лишься раз не показать. Вот полукилограммовое яблоко слева. Это сто процентов. Вот. Я не могу не показать. Вы что испортили? Так испортили мои эти клоны. Я что должен голову ломать? Что это такое? Ну. Вы вернули естественное размер плодов. У меня не измельчали. А как? А пуст. В этом и проходили. Красота, да? Вы сомневаетесь, что груши сладкие в религии были? Посмотрите, что делается. Омск. Теперь в Омске у меня двое таких. Самых. Равнозначных. Учитывая, что там самоседший урожай. Тут самоседший урожай. Вот. И там виноград. И тут виноград. Вот. А вот он тот самый красавецкий бипетчик. Красота. Я ее уважаю не меньше, чем у тех полукилограммовое. А вот наша дочка. Вот она слева. Здорово. Спасибо. Продолжение следует...